Мне кажется, нам с Беларусью надо развивать свое интеграционное объединение, не ссорясь ни с кем, естественно, но прежде всего преследуя свои интересы. Мы на это способны вполне. Меня сближение Индии и Соединенных Штатов очень сильно беспокоит. Я считаю, что нам надо с вами подумать о том, о чем подумал Лукашенко еще в 96-м году, когда его только избрали. Помните, Союз России-Беларусь, да? Ведь я помню себя в 96-м году, для нас это был какой-то луч надежды. Вот среди этого развала всего, знаете, там, бардака. Они до сих пор, я думаю, в Польше все элиты не смирилась с тем, что существует вообще какая-то Беларусь. Нам надо начать полномасштабное широкое контрнаступление в идеологии с целью сбывать на свои стороны часть польского народа. Я думаю, нам это абсолютно по силам. Николай Николаевич, приветствую вас. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо, что откликаетесь. Николай Николаевич, на выходных в Индии саммит глав государств G20, большая двадцатка, с нюансами. Не поехали Владимир Путин и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. По итогам, вот первые заголовки, которые вот уже есть, самые громкие, катастрофа для западного мира, глобальный юг показал свою силу, показал свои амбиции, и катастрофа вторая, не дали украинизировать повестку этого собрания. Нашим уважаемым слушателям и зрителям будет вообще интересно узнать, что за зверь-то такой, эта большая двадцатка. Основали ее в 1999 году, но мы с вами, точнее я даже больше помню, дефолт 1998 года в России, который сопровождался резким падением валют в азиатских странах, прежде всего, Таиланд, Южная Корея, Индонезия, в Индонезии даже власть тогда сменилась. И вот после этого, по инициативе Клинтона, тогдашнего президента, решили собрать некую группу самых экономически развитых стран, чтобы исключить какие-то внезапные изменения в мировой экономике, ну, типа вот того, мирового кризиса 1998 года. Сначала была группа 23, потом была 33. Потом, значит, она с 2008 года, когда очередной кризис настал, ну, уже, может быть, не такой там мощный, но тем не менее. Вот она устаканилась в большую двадцатку. 20 стран – это те страны, которые, ну, по уровню валового внутреннего продукта занимают лидирующие места. Считается, что вот в этой двадцатке сосредоточено 85% мирового валового внутреннего продукта, хотя это и не так. Ну, например, туда Швейцария не входит, между прочим, да, хотя она по всем, ну, параметрам должна туда входить, она не хочет. Мы ее, кстати, приглашали. Николай Павлович, эта предыстория важна, чтобы для понимания, что это не политический клуб. Эта организация создавалась для решения экономических проблем. И, кстати, я должен сказать, что ничего они не решили, естественно, и не решат. Я просто к этому подходил. Это действительно клуб. То есть, там нет, это не организация. Там нет каких-то исполнительных органов. Декларация – это каждый год проходят эти встречи в разных странах. Декларация – это заявление по-русски, да? Вот я ее прочел на английском языке, декларацию последнюю. Я вам ее не могу воспроизвести, потому что я вам ее на коленке могу написать. Климат нельзя портить. Бедных надо уважать. Реформа Всемирной торговой организации должна быть осуществлена. Причем это пишут уже лет 25, наверное, примерно, да? Они никак не могут осуществить. И надо бороться с офшорами. Так, в целом, да? Но пишут это те, у кого офшоры эти и есть. Там Великобритания, например, и прочее. Да, вот последнее к вашему вопросу. Прошлый саммит, как говорят, встреча в Верхах. Там действительно содержалось осуждение России. Там такие были жесткие термины за политику на Украине. В этот раз ничего такого нет. Там здесь вообще нет Украины в этом заявлении. Там написано так примерно, что в своих отношениях страны должны следовать уставу ООН. Ну, кто ж против? Все эти страны с большой двадцатки, они и так члены ООН. Ну, единственное, там они написали придерживаться принципов территориальной целостности. Вот это вот, потому что там много принципов. И право нации на самоопределение тоже есть. Короче, украинская сторона заявила, что ее, во-первых, зря не пригласили. Но, извините, она по экономическим параметрам просто тупо туда не подходит. Ее никогда не приглашали. Ни до спецоперации, ни после. И второе, что да, вот декларация плохая. Ну, с их точки зрения, потому что жесткого осуждения России там не было. Сорвали это осуждение три страны. Китай, Индия и Бразилия. Но почему же тогда, вот, например, Financial Times называют катастрофой итоговую декларацию для западного мира? Так потому что там того, чего они хотели, там ничего нет. Я, кстати, не сказал бы, что это для них катастрофа вообще. Вот вы говорите о том, что этот экономический клуб пытались долго, особенно в последнее время, политизировать. И решать в большей степени обсуждать политическую повестку. А не те вопросы, ради которых этот клуб был создан. И вот сейчас возвращение, скажем так, к истокам получается? Да, просто, видите, я, правда, должен сказать, что катастрофа – это, ну, наверное, врага никогда нельзя недооценивать, скажем так. Катастроф тут, конечно, никакой особо нет. Ну, и победы Запад никакой тоже не одержал. То есть, никакого осуждения России в итоговой декларации не содержится. Это медицинский факт, правда. Меня лично настораживают какие вещи? Меня настораживают двусторонние переговоры Индии. И Соединенных Штатов по созданию транспортного коридора в обход и России, и Китая тоже. Потому что, понимаете, вот эти все встречи, я на одной был, они сами по себе. Они длятся минут 40, наверное, иногда, час. Ну, вот собрались все. Заранее уже подготовлена декларация. Она уже месяц подготовлена. Все говорят, ну, вы поддерживаете? Поддержим. Каждый из сторон выступает, ну, максимум минут пять, наверное, говорит, что она вообще за все прекрасно. И все торжественно отваливают. Единственное, вот на полях, как сейчас модно говорить, тем, кто не знает русского языка, вот этого саммита, там происходят двусторонние переговоры. Меня сближение Индии и Соединенных Штатов очень сильно беспокоит. Потому что, опять-таки, я помню советские времена, когда, ну, понимаете, дорогая Индира Ганди была для нас более, наверное, лучшим союзником, чем многие лидеры социалистических стран. Это все прекрасно помнят. И что ориентировался Индия в своей внешней политике, в закупках оружия, в индустриализацию, только на Советский Союз. И я вам больше могу сказать, у них в Конституции даже было написано, что цель Индии – это социализм. Но сейчас этого, к сожалению, вот ничего нет, и американцы у нас там активно все перехватывают. Это меня беспокоит. Ну, вот для нас, для всех, в том числе и для Беларуси, вот эта вот идея создать вот этот вот обход, транспортный коридор в обход и России, да и Беларуси, получается, почему это у нас должно вызывать беспокойство? Я считаю, что нам надо с вами подумать о том, о чем подумал Лукашенко еще в 96-м году, когда его только избрали. Помните, Союз России-Беларусь, да? Ведь я помню себя в 96-м году, для нас это был какой-то луч надежды. Вот среди этого развала всего, знаете, там, бардака, каких-то вооруженных конфликтов, вдруг Лукашенко говорит, давайте воссоздавать интеграционное объединение, внимание, на постсоветском пространстве. Да, у нас с вами сейчас есть Евразийский экономический союз, у нас с вами есть и союзное государство. Мне кажется, нам вот это надо развивать. Вот смотрите, у нас Советский союз создавал, помните, Совет экономической взаимопомощи, который, кстати, был более продвинут в интеграции, чем Европейский союз. Почему? А потому что база была. Торговля вся шла вот между этими странами в основном, да? У нас с вами даже была единая валюта. К сожалению, об этом забыли все. Переводной рубль задолго до евро. В нем кредиты давали, в нем инвестиции делались, да? Ну, почему? Потому что экономики были тесно переплетены. Говорить про интеграцию, когда, ну, скажем, тот же Китай в 7 раз больше торгует с Америкой, чем с нами, ну, можно, конечно, да. Но в случае чего они просто подумают и скажут, нет, мы лучше вот с ними пока. Поэтому нам с вами, мне кажется, надо пиарить, продвигать свою собственную группировку. Вот Евразийский экономический союз, придавать ей все больше и больше значения. Нам не надо стесняться. У нас мощная группировка, на самом деле. Это, ну, скажем так, две трети, даже три четверти Советского союза. Это много на самом деле. И нам надо продвигать таможенное соглашение о беспощной торговле с Вьетнамом, предположим. С Никарагуа, с Кубой и прочего. У нас связи-то наработаны. Понимаете, давайте идти своим, развивая хорошее отношение с Китаем и с другими странами. Никто не спорит, но не учитывать какие-то глобальные процессы даже в двойке в союзном государстве, либо в Евразийском экономическом союзе невозможно. К слову, министр иностранных дел Лавров не исключил возможности в будущем участия в G20 ЕАЭС как коллективного члена. Как вот в Харате теперь уже приняли Африканский союз. Там 55, по-моему, государств. Как Европейский союз. Ну, там не суть. Но это большое количество государств как единого члена вот этой вот G20. Уже сколько там? 20, 21. Уже 21 получается. Абсолютно верно. Причем, понимаете, вот СЭФ, например, Совет экономической взаимопомощи, имел статус организации наблюдателя при ООН. Причем мы получили его раньше, чем Европейский союз. Мы этим тогда очень серьезно занимались. И сейчас мне действительно непонятно. Вот в этой G20, назовем его так, название-то, видите, даже не очень наше, участвует отдельно Европейский союз. Вот как один. Плюс все его члены Германия, Италия, Франция. Получается, у них голосов-то поболее. И действительно, если принимается Африканский союз, я вам честно могу сказать, вот к нашему с вами союзу экономическому может быть много претензий, но он гораздо более продвинут с точки зрения экономики, вот, свобода торговли, чем Африканский союз. И почему мы этим вот до сих пор не занимались, для меня, честно говоря, большой секрет. И еще, мы должны привязывать новые государства. Не к G20, не к BRICS, к нам, к нам должны привязывать. К Евразийскому союзу, Иран, предположим, да, тот же самый. Объединенные Арабские Эмираты, Бхарат ваш. Кстати, я хочу сказать, Бхарат, это всегда было название Индии, просто у них два государственных языка, хиндии и английские. Ну, и на английском это Индия, там, привычно. А они всегда себя называли Бхарат, это народ, можно так перевести, ну, как бы, народная страна. Кстати, тоже, между прочим, такой социалистический отзыв. Вот почему этот транспортный коридор из Индии должен идти? Посмотрите, как они хотят. Индия, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Израиль, Средиземное море дальше. Ну, и тут. А почему он не может идти? Смотрите. Индия, Иран. Морской путь гораздо меньше, чем из Индии в Саудовскую Аравию. Дальше, предположим, по Каспию, Российской Федерации, дальше Беларусь, Европа. Почему так не может идти? Вполне. Он абсолютно по затратам и по протяженности вполне конкурентно способен. Почему мы с белорусами не можем развивать конкурентно-северный морской путь, предположим, который, благодаря потеплению климата, все больше и больше становится свободным ото льда? Китайцы, между прочим, этим очень заинтересованы. Но я считаю, мы с вами, прежде всего, должны этим интересоваться, потому что исторически, ну что там говорить, в советское время, ведь не только РСФСР принимало участие в развитии северного морского пути, весь Советский Союз принимал участие, и Беларусь в том числе. Беларусь должна быть здесь нашим, как бы, знаете сказать, как сейчас модно говорить, эксклюзивным партнером. А вот все остальные, у них уже... Монголия та же самая, да? Она не хочет быть с Китаем, я вас уверяю. И мне опять обидно, что туда лезут американцы, представляете? Ну, где Монголия, где Соединенные Штаты, да? А вообще страна-то, между прочим, очень богатых возможностей. И для Беларуси в том числе. Это может быть, знаете, наш с вами общий, ну, как сказать, мясной рай. Вот если, скажем, Беларусь номер один по молоку, причем, ну, и в Европе в том числе, она в десятку входит. Вот, скажем, если мы наладим массовую мясопереработку в той же Монголии, ну, я не знаю, нам с вами думать просто ни о чем не надо будет с точки зрения там мяса и мясных продуктов. Они готовы к этому. Вот, скажем, Советский Союз чем с ним занимался? Знаете, мы им поставляли вакцины против болезней там крупного рогатого. Это вообще серьезная вещь-то на самом деле. Вы же знаете, вот миллионы свиней убивают иногда там из-за африканской чумы. Мы этим всем занимались, они это помнят. У нас наработки-то есть почему-нибудь. Кожа, предположим, да? Ну, почему мы с вами не можем стать законодателями мод по производству обуви? Вполне можем. А без кожи это ноль. Это все сказки. Ну, то есть, еще раз, нам, мне кажется, нам с Беларусью надо развивать свое интеграционное объединение, не ссорясь ни с кем, естественно. Но, прежде всего, преследую свои интересы. Мы на это способны вполне. Ну, собственно, чем мы занимаемся, да. Но, еще раз повторюсь, наверное, что не учитывать того, что происходит вокруг нас, ну, наверное, невозможно. Поэтому надо понимать, если американцы зачем-то задумали вот этот путь в обход, то для чего они это делают и что нам с этим делать, в первую очередь? Делают-то они понятно. Они делают это против нас, потому что, ну, им не нужна ни Беларусь, ни Россия, понимаете? И по политическим мотивам не нужны. Кстати, они это делают и против Китая тоже. Посмотрим, конечно, как это все будет развиваться. Но самое главное, что, вот в чем я с вами согласен, то, что во всех этих делах нужно плясать от печки, что называется. Вот там, где есть реальный интерес для сотрудничества, и в первую очередь торговли, да, экономического сотрудничества, за что, собственно, всегда выступает и белорусский лидер. То есть на этой основе тогда эти отношения будут прочные, и они будут ненадуманные и непритянутые за уши. Вот, знаете, просто потому что дружить, а давайте подружим. Ну, потому что сегодня хочется подружить против кого-то, например. Знаете, я бы хотел, вот если вы хотите восстановить СЭФ в каком масштабе. Смотрите, как работал СЭФ. Был Советский Союз, да, куда вы тоже входили. И мы, Советский Союз выступал, какая мощная сырьевая база, и, ну, что ли, база полуфабриката. Социалистические страны Европы, Чехословакия, ГДР, они выступали как переработчики. Вот автобусы делали в Бенгрии, там, сельхозмашина делала там ГДР и прочее. Вот сейчас надо сделать то же самое в применении к нам с вами. Например, Беларусь должна, так как вы-то сохранили свою промышленность, в отличие от нас во многом, да, Беларусь должна стать промышленной базой всего постсоветского пространства, развивая и нашу, в том числе, конечно, тоже. Вы же нас сейчас по производству тракторов обошли, наверное, стыдно мне это говорить, конечно, но в десятки раз. Ну, и ладно. Скажем, мы даем Беларуси необходимое сырье, полуфабрикаты. Беларусь занимается переработкой нашей промышленности, на наш рынок тоже, на свой, и мы тем самым начинаем заползать и на другие рынки, там, и на монгольские, и на иранские. Можно это и в кооперации делать, естественно, с ними. То есть, повторить СЭФ сначала вот в таком масштабе, ну, что ли, бывшего Советского Союза, я больше, чем уверен. Потянутся люди, потянутся обязательно. Ну, я уверен, жизнь подскажет, как правильно это все развивать, в том числе и подскажет нашим лидерам. Спрошу о совершенно другой части света. Примерно через месяц в Польше нашей соседке планируются парламентские выборы. На ваш взгляд, каковы шансы того, что действующая власть сохранит свои позиции в парламенте, в Польше? И изменит ли это что-то вообще, в принципе, во внешней политике? Польша способна ли это изменить? Вы знаете, я тут, к сожалению, пессимист. В каком плане? Вот я, когда был начальником отдела Армении МИД России, меня у меня была там другая ситуация. Все политические партии Армении были за нас. И там, в общем, как бы, ну, спорили они по каким-то своим там внутренним вопросам, на что они, естественно, имеют полное право. Это было здорово. Польша ситуация, на мой взгляд, прямо противоположная в этом смысле, к сожалению. У этих двух блоков, блока Качинского и вот этой гражданской платформы, которая связывается с Туском, у них очень большие разногласия внутри. Значит, оппозиция обвиняет Качинского, что он зажал там всю прессу, Верховный суд там измучил, пытается, значит, религию там активно насаждать с их точки зрения. А вот что касается внешней политики, тут-то, мне кажется, понимаете, если победят вот эти вот другие, нам с вами, Беларусь и Россия, лучше-то не будет, потому что, знаете, такой вот парадокс. Качинский, он, конечно, русофоб, ну и, если хотите, белорусофоб, причем вот у нас в России это мало знают, к сожалению. Ведь вот этот червоно-белый флаг, который белорусская оппозиция использует, это уже вариация польского флага. Вот когда поляки оккупировали Белоруссию в девятнадцатом году, они его, собственно говоря, и навязали, считая, что, знаете, если они еще полагали тогда, поляки, что, ну, Украина-то что-то такое все-таки, так сказать, там, нет, они считали, что Беларусь это крест и Польша, это вообще там живет какое-то население без всякой национальности. Вот это опасно. И я все это к чему рассказываю? Что они до сих пор, я думаю, в Польше все элиты не смирилась с тем, что существует вообще какая-то Беларусь. Вот с их точки зрения и Беларусь, и Литва, кстати, помните, да, они считают, Вильнюс это польский город, Гродно это вообще, можно сказать, там, польские, и там вообще живут одни поляки, и какие-то белорусы. Знаете, интересно, вот до войны они считали как, поляки, я документы читал до 39-го, что врагами Польши являются коммунисты и белорусы. Вот тут меня потрясало все время, причем, потому что они полагали, что ну какая Беларусь, откуда она вообще взялась там, если, я все это к чему говорю, что если к власти сейчас придут вот эти оппоненты Качинского, Качинский, он против Евросоюза, опять потому, что Евросоюз давит вот этими всеми судами, прессой, ну, с нашей точки зрения, какими-то такими вот для нас малоинтересными вопросами, а его оппозиция, она за Европейский Союз, за то, что надо учитывать интересы Европы, полнее там, и так далее, и тому подобное. Но что касается, предположим, военной помощи Украине или, так сказать, вот концентрации войск на белорусской границе, я боюсь тут вот это, но оппозиция будет еще хуже, потому что, ну пусть Качинский ссорится с Европой там, по какой-то там своей ерунде, но он тем не менее с ней ссорится, понимаете, не из-за нас, не из-за Беларуси, а эти вообще не будут, то есть, они, мне кажется, просто, так сказать, усилят это все, еще раз, чтобы перед Западом, ну, показать, что они вот такие вот замечательные. Ну, вы говорите с Европой, а как можно предположить отношения с Америкой и Британией, ведь это вот как раз те, кто во многом определяет политику Польши сегодня. А вы знаете, здесь интересный вопрос, вот на самом деле. Качинский, он в своем, ну, гипертрофированном национализме, это, знаете, вот, ну, извините за такое выражение, вот как обезьяна с гранатой там, куда швырнет, черт его знает, он же поссорился с немцами, вы знаете, да, он сначала от нас потребовал какую-то там компенсацию, непонятно за что, несколько триллионов, но его проигнорировали. Теперь он от немцев его потребовал, типа, гоните бабки там тоже за войну и так далее. То есть, он с континентальной Европой, Качинский сильно поссорился, а вот что правильно касается Англии и Соединенных Штатов, они, да, они, мы войска американские примем там, и они говорят, и все остальное прочее. Но я просто думаю, что если придет к власти оппозиция, это будет, знаете как, они будут и с Америкой, и с Англией дальше развивать хорошее отношение, сложившееся при Качинском, но еще и нормализует отношения с немцами, вот, с континентальной Европой. Ну, я не думаю, что для нас это, честно говоря, чем-то лучше, думаю, что нет. То есть, вот сейчас заявили, а в ближайшее время пройдут самые крупномасштабные с времен холодной войны учения НАТО в Восточной Европе, как раз на территории Польши, Прибалтики в том числе. Это раз. Наш Госпогранкомитет регулярно фиксирует случаи, когда польские пограничники избивают сначала до полусмерти, потом этих полуживых людей через заграждения для животных просто выталкивают на территорию сопредельную с ними, то есть, то бишь, на нашу. Последние случаи еще и были со стрельбой. Они стреляли поверх голов этим людям, но сами понимаете, что такое стрельба на пограничной полосе. То есть, всего этого, вне зависимости от итогов этих выборов, мы не избежим в дальнейшем. Вы знаете, вот я в принципиальном плане что хотел бы заметить. Видите, первая тема наша, как вы сказали, она вроде бы не связана с нынешней, она коренным образом связана. Вот смотрите, наша с вами беда, я считаю, она в чем состоит? Мы отдали пропагандистскую войну им на водку. Посмотрите, они очень активно празднуют и ваш там белочервоный флаг, и какую-то, значит, там победу их там в войне 20-го года над Советской Россией, еще там что-то. А ведь в Польше, а нисколько не сомневаюсь, есть миллионы людей, которые неплохо к нам относятся. Ну, к нам, я имею в виду, вот к бывшим социалистическим социалистическим республикам, к вам, к нам их много. Просто они забиты, они не имеют своего голоса. И нам надо активно вести пропаганду, если хотите, я этого слова и не боюсь, здесь ничего плохого нет, на те слои польского населения, на польском языке отмечать какие-то памятные даты. Ну, например, Грюнбольдскую битву, правда? Где вы, мы, где белорусские полки, полки смоленские, и польские, и даже чешские разбили немцев. Какие-то, значит, даты из Второй мировой, Великой Отечественной, когда мы там совместно с поляками штурмовали Берлин, когда дивизия Костюшка отличилась в боях при Ленина и прочее. Нам вот этим всем надо заниматься. И даже не боясь того, что издавать какие-то произведения польских писателей, поэтов, устраивать недели польского кино, ну, например, там «Четырех танкистов и собаки», да, которые, они пытались, кстати, замолчать сами, но фильм-то популярности в Польше не утратил. А ведь это на самом деле есть, ну, если хотите, гимн нашей дружбы, причем такой, ну, от которого сложно очень сильно отмотаться. Вот я этого не вижу у нас. У нас, кстати, есть очень много хороших польских книг, еще социалистического периода, да и сейчас, о борьбе Польши с бандеровцами. Операция «Висла», предположим, когда был убит заместитель министра обороны Польши, ветеран войны в Испании. Надо это переиздавать. Переиздавать и на русском языке, и на белорусском там, и на всех остальных прочих. Короче, нам надо начать полномасштабное, широкое контрнаступление в идеологии с целью взрывать на свою сторону часть польского народа. Я думаю, нам это абсолютно по силам. Нам с вами есть, кто им сказать. Есть масса интересных событий совместных, которые мы должны праздновать. Мы должны шире приглашать польские делегации. Ну, ветеранов войны уже, к сожалению, наверное, не осталось, естественно. Да, ветеранов войска польского, предположим, да, участников миротворческих операций советского периода, да, Польша активно в этом участвовала, кстати. Какие-то, знаете, побратимские связи городов пытаться реанимировать. Пусть они этого не хотят. Мы можем начать это сами, понимаете. Например, о каких-то там успехах польского спорта в то время вспоминать. Об их актрисах и артистах, понимаете. Вот мне кажется, тем самым вот этой народной дипломатии мы сделаем с вами так, как раз, что Качинский, Тулск, плевать кто, но если миллионы людей будут против ухудшения отношений с нами, с вами и с нами, ну, никакие правительства там особо ничего сделать не смогут. Ну, я думаю, что на самом деле вы во многом правы. Миллионы людей, те самые миллионы, как раз-таки им точно не нужно конфликт какой-то, неважно какой, к какой степени конфликт ни с Белоруссией, ни с Россией. Мы вот часто апеллируем к чаяниям и мыслям обычных людей в той же Польше. Да, но видите, получается как. Мы-то вроде как и пытаемся к ним обратиться, я уверен, что и слышат они нас, потому как, ну, даже вот у нас выходили интервью польских политологов, журналистов, публицистов. Мы видим комментарии на польском. Там очень позитивно это все воспринимается. Да мне даже на стримах пишут, понимаете, хотя у меня русский язык и прочее. Люди пишут, вот смотрите, что мы могли бы сделать. Вот они рушат наши памятники, да, что омерзительно, естественно, их власть. А мы давайте построим памятник вот на местах там тех боев, где поляки отличились в борьбе с немцами, у деревни Ленина, предположим, Смоленской области еще. Давайте сделаем это. Чтобы им стыдно было и чтобы мы понимали, что для нас поляки не все одним миром мазаны. Что они для нас не только вот Качинский там с его, так сказать, такими взглядами, что Польша, она там до Сибири простирается и прочее. Есть и другие. Мне кажется, если, скажем, у нас есть какие-то интересные даты памятные, давайте их вместе отмечать и приглашать поляков. Ну, пусть правительство не приезжает. Вы помните, как Олимпиада-80, да, они же ее пытались пайкотировать на государственном уровне западные страны, но все представители, спортсмены из этих стран все равно к нам приехали. Ну, пусть они выступали там в частном порядке, но они все приехали. Будем надеяться, что да, народная дипломатия сможет больше, чем официально, тем более, что, ну, будем откровенно говорить, не хватает. Не хватает часто субъектности политикам, которые сегодня стоят у руля очень многих западных стран и самостоятельности принятия решений. Если бы этого было больше, нам бы с ними было гораздо проще. Мы бы их лучше понимали. Так, поди разбери. Вот он говорит, то ли он говорит это сейчас в угоду политической конъюнктуре, потому что у него выборы на носу, то ли потому что, простите за это уже избитое выражение, с Вашингтонского обкома ему позвонили и что-то там нашептали. Либо он действительно так думает. Это же вот еще надо разобраться. Но Беларусь что, какой шаг сделала в этом отношении? У нас, как вы знаете, безвизовый режим для поляков и прибалтов. Любой может сюда приехать и без какой-то идеологии, пропаганды и прочего прочего. Просто приехать, поездить, посмотреть. Зайти в магазины, там походить по улицам, где ему нравится. И, ну, как многие говорят, и я с ними согласен, что это лучшее пока что на данный момент, что мы можем сделать. Нет, мы можем спарить и сделать неделю польского кино в Минске, неделю польского театра. И действительно позвать прям целенаправленно туристов. Давайте с вами обсудим, посмотрим, вспомним. Можно стипендии давать польским студентам. Понимать? Ну, почему они, собственно говоря, привечают у себя активно ваших украинцев. Причем они давно это делают. Люблинский университет, он как бы на украинцах, можно сказать, собаку уже съел. И потом эти все люди вернулись с определенными, как вы понимаете, уже представлениями. Да, ну, давайте тоже, давайте. Их студентам стипендии по изучению нашей белорусской истории, культуры, по словистике. Почему нет? Я думаю, что они все равно откликнутся. А потом, знаете, насколько там будет это бесить, местную правящую власть, которые уже начали считать, что мы с вами какие-то тоже кресы восточные, да, уже тоже вот до этого даже нет. Мы Мицкевича любим и ценим нисколько, не меньше, чем они. И те пианисты, которые у нас полонез могут сыграть, я думаю, у нас их там в десятки раз больше, на самом деле, чем там. Или если сделать ретроспективу Анжи Вайды, то я думаю, что у нас в кинотеатрах будет гораздо больше людей, и, предположим, посмотреть это, чем даже у них на родине. Вот это вот один из главных моментов, чего нельзя делать, это вот опускаться до того уровня, как они рушат памятники, вычеркивают культуру русскую, белорусскую из своих источников и упоминаний. Нет, мы должны знать и помнить, почему нет. Почему, если Мицкевич талантливейший поэт, почему мы его должны забывать, тем более, что мы его тоже считаем своим. Да, да. И он себя считал, ведь не только чисто, знаете, польским поэтом. Он очень считал учителем Пушкина, предположим. Он писал очень много по белорусским мотивам. Естественно. Нет, так поляки считают его своим, мы своим. Того же Костюшко, ведь сколько государств считают его, опять же, своим. Соединенные Штаты, Польша и Беларусь. И каждый имеет право. И каждый имеет право. И смотрите, как мудро поступил Сталин, когда он польские добровольческие части, вот годы Второй мировой, назвал имени Костюшко. Когда, казалось бы, ну, вроде в то время, там были бои между русскими войсками и польскими повстанцами, да, тогда во время Второго раздела. Тем не менее, мы пошли на это. Мы тратили огромные деньги. Я даже читал эту переписку на то, чтобы поляки в наших рядах получили свою форму. Она была очень трудной для нас в производстве, понимаете. Наша была попроще, там, пуговиц поменьше. Тем не менее, Сталин отдал ждустское указание, чтобы конфедератки были, и форма польская, и вот эти вот привычные морлы. Хотя, ну, с нынешней точки зрения, кажется, ну, до этого или тогда. Тем не менее, видите, как уважали их национальное достоинство. Это, я думаю, в годы народной Польши себя окупило слиху. Да, видите, но пока имперские вот эти фантомные боли, я бы назвал, это даже не амбиции, как то, что сейчас происходит. То, что, да, многие до сих пор считают, что мы какие-то там крессы. Возможно, кто-то даже думает о непосадителе там очередного Сигизмунда условного на московский престол. Ну, как когда-то это все обсуждалось. Но, да, история говорит о том, что все вот такие вот планы, они все рушились. Причем, я бы, знаете, сказал, они не просто польские. Рушились трагически для тех, кто задумывал это все. Польша после реализации этих планов становилась все меньше, меньше и меньше. Вот вопрос. Это даже, знаете, не игра была в нулевую сумму, как они говорят. Когда они все это начинали, в 19-м году они стояли под Смоленском, да, в 1919-м. Ну, к чему это привело? Что если бы не советская армия, в которой участвовала, естественно, и советская Беларусь, но не было бы сейчас никакой Польши, польского народа. Это была единственная страна Польши, где Гитлер приступил к своей программе переустройства Европы. Когда поляков массово переселяли, на их место, значит, населяли немцев, вот эти, в Артегау. Когда Лотц стала Лицманштадтом, там и прочее, Познань стала Познан там, ну и так далее, и тому подобное. Спасли их мы. И я думаю, что люди честные и благодарны. Это полно. Дай бог. Спасибо вам, Николай Николаевич, за этот разговор. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!